Господи Божий мой, на тебя уповад, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня в четверг за богослужением читается Евангелие от Марка с 31 стиха 13 главы по 2 стих 14 главы. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. ПЕСНЯ 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 Афанасий Великий, Кирилл Александрийский, не прибегая к таким опасным предположениям, старались объяснить это загадочное выражение тем, что Христос приписал себе незнание по своей человеческой природе. Но с этим толкованием нельзя согласиться, потому что его авторы разделяют единую богочеловеческую природу Христа, тогда как по орусу Четвертого Вселенского Собора мы исповедуем Христа, Сына, Господа Единородного, во двух естествах, неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого. Попытку объяснить эти слова Христа мы находим и у Бориса Ильича Гладкова, который пишет «Если предположить, что день и час кончины нашего земного мира, а следовательно и начало Страшного Суда, еще не назначены, и что назначение их зависит от воли Отца Небесного, то тогда станет понятным, что о дне, том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец, от воли которого зависит назначение их. День и час еще не назначены Отцом, а потому не знает их никто, даже Сын». Но и на это мнение стоит возразить, поскольку оно противоречит общехристианскому учению, по которому Бог обладает таким свойством, как Всеведение. В своем труде эскатологическая беседа Христа Спасителя, профессора Московской Духовной Академии, протеерей Сергий Савинский, следуя мнению святителя Иоанна Затауста, блаженных Иеронима, Августина, Феофилакта и других церковных писателей, понимает это незнание Сыном дня и часа Второго пришествия своего не как слабость неведения, а как воспитательное средство мудрого педагога. По словам указанных выше Отцов Церкви, Сын знает, но не имеет поручения, как посланный Отцом Мессия, открывать людям время конца мира. Хотя слова Христа о Его Втором пришествии были сказаны апостолам, Господь обратил их ко всем Его последователям. «А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте». Как отмечает блаженный Феофилакт, «Итак мы должны бодрствовать и молиться, исполнять и то, и другое, ибо многие, хотя бодрствуют, но проводят ночи не в молитве, а в худых делах. Заметь и то, что Христос теперь не сказал, «Я не знаю, когда наступит время кончины», но не знаете, ибо ради нашей пользы скрыл это время. Если мы и при неизвестности кончины враждуем друг против друга, то чего не сделали бы, если бы знали время кончины? Тогда все время жизни до смерти мы проводили бы в крайне худых делах, а в последний день, изъявляя раскаяние, впали бы в еще худшее состояние. Таким образом, дорогие братья и сестры, Христос сегодняшними словами научает каждого из нас быть на страже своей жизни, не ища ответа на вопросы, которые сам Бог положил в своих владениях. И главное – пребывать в духовном бодрствовании. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на тебя уповад, Спаси мя от всех гонящих мя, Избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok